Всем привет! Вы на канале InetComp и я сегодня вам расскажу 6 способов, как можно сделать скриншот экрана на ноутбуке. Поехали! Итак, случалась ли у вас ситуация, когда нужно было срочно сделать скриншот? Уверен, необходимость в этом появлялась не раз. Сегодня я покажу вам несколько способов, как можно сделать скриншот экрана на ноутбуке, в том числе разберем возможные проблемы, которые иногда возникают. Почти все способы подойдут для всех современных систем. Windows 10, 8, 7 и даже XP. В общем, если у кого-то из вас ранее не получалось сделать скриншот экрана, то в этом уроке вы решите все свои проблемы. Первое. Стандартный способ сделать скриншот – это клавиша Print Screen. Самый крутой, я бы даже сказал, самый правильный способ сделать скриншот экрана – это, наверное, воспользоваться сочетанием клавиш Print Screen. Давайте я расскажу более подробно, как им правильно пользоваться. Сначала откройте окно, скриншот которого вы хотите сделать. Это может быть папка, браузер или любая вообще программа. Теперь найдите на клавиатуре клавишу Print Screen и нажмите просто на нее один раз. Эта клавиша обычно расположена в правой части клавиатуры и может именоваться сокращенно как PRT-CK. После нажатия клавиши Print Screen скриншот наполовину сделан и нам остается его сохранить. Для этого воспользуйтесь поиском и запустите программу Print или Photoshop. Далее в программе нажмите по документу правой кнопкой мыши и выберите пункт «Вставить». Сделанный скриншот тут же появился. Останется его сохранить, нажав меню «Файл» – «Сохранить как». Далее здесь выбираем формат и указываем имя. Жмем «Сохранить». Если у вас возникла проблема и скриншот не вставился в Paint, то, скорее всего, у вас на ноутбуке нужно использовать немножко измененную комбинацию. Вам нужно найти на клавиатуре еще клавишу Fn. Зажимаем Fn и уже после этого клацаем по клавише Print Screen. Потом возвращаемся в Paint и вставляем сделанный скриншот, как я вам уже показал ранее. Кстати, еще один момент. При создании скриншота можно зажать клавишу Alt и тогда будет сделан скриншот только активного окна. Попробуйте и вы все поймете. Главный плюс этого способа в том, что нам не надо устанавливать никаких дополнительных программ. Это очень-очень удобно. Второй способ – ножницы. Бывает, что некоторые пользователи почему-то не могут найти на клавиатуре клавишу Print Screen. Не знаю, они либо плохо ищут, либо ее реально нет. Ну, если не нашли, то ничего страшного тут нет. Сделать скриншот на ноутбуке можно и немножко другими способами. Например, с помощью программы «Ножницы». Откройте строку поиска, нажав Win plus Q и введите запрос «Ножницы». Запускаем программу найденную и давайте попробуем ее в работе. Итак, нажмите по стрелочке рядом с кнопкой «Создать» и выберите тип скриншота, который вам хотелось бы создать. Я для примера, наверное, выберу весь экран. Нажимаю, у меня в ту же секунду создается скриншот всего экрана моего ноутбука. Все. Останется в левом углу вот здесь нажать на дискетку и сохранить его. Если вам нужно, допустим, сделать скриншот произвольной области, то в таком случае используйте инструмент «Прямоугольник» или «Окно». Как и в случае с клавишей «Принтскрин», этот способ очень простой и быстрый. Третий способ программы – «Лайтшот». Если вам нужны более расширенные функции, например, мгновенная публикация скриншота в интернет, быстрое редактирование и тому подобное, то я советую вам внимание обратить на программу «Лайтшот». Реально классная программа, я начал ее использовать недавно и сразу она мне понравилась. Сейчас расскажу почему. Давайте первым делом эту программку скачаем и установим. Здесь все просто. Главное по окончанию установки снять лишние галочки, чтобы ненужные дополнения от Яндекса не установились. И уже потом нажимаем «Завершить». После установки «Лайтшот» сразу запустилось и мы сразу можем делать скриншоты. Но я советую для начала первым делом немножко настроить горячие клавиши. Обращаем внимание на область уведомлений. Здесь находится значок программы. Вот такое вот фиолетовое перо. Жмем правой кнопкой и заходим в настройки. В открытом окне нам нужна вкладка «Горячие клавиши». Здесь давайте укажем нажатие каких клавиш будут отвечать за создание скриншотов. У меня здесь все просто. Ctrl-1, Ctrl-2 и Ctrl-3. Ничего особенного. Указываем те горячие клавиши, которые удобны и сохраняемся нажав «Ок». Итак, теперь попробуем на ноутбуке сделать скриншот экрана. Я нажимаю сочетание клавиш Ctrl-1 и у меня вот появляется такая возможность выделить объект на экране для создания скрина. Я выделяю нужный мне объект и у меня появляется сразу несколько инструментов. Тут их около 10. Обращаю ваше внимание на вот такие вот полезные инструменты. Мы можем одним кликом с помощью вот этого инструмента загрузить скриншот в интернет. Вот нажатие на этот инструмент сохранит его на компьютер. А если мы нажмем вот на этот инструмент, то у нас появится возможность добавить на свою картинку какой-то текст. Или, например, ту же стрелку. Очень полезная функция. Также есть здесь кнопка для печати и удобный карандаш для рисования. Ну, я думаю, тут 5 минут разобраться с этой программой. Понаводите мышку на инструменты, понажимайте и вы сами все поймете. Разобраться очень просто. Но я считаю, что самые важные кнопки это, конечно, сохранение скриншота на компьютер, быстрая загрузка в интернет и, естественно, редактирование. Кстати, после заливки скриншота в интернет у нас автоматически копируется ссылка, по которой мы можем его открыть или поделиться с любыми пользователями интернета. А еще, кстати, в LightShot с помощью Facebook или Google Plus можно выполнить вход. И если мы это вот сейчас сделаем, то у нас появятся дополнительные функции. Все сделанные скриншоты будут храниться на серверах LightShot. И мы можем к ним получать доступ вообще в любое время. Мне кажется, это очень удобно. Сегодня мы сделали скриншот, а через пару дней, допустим, он нам понадобится. Мы просто заходим в свой аккаунт и копируем ссылку на свой скриншот. По-моему, очень удобно. Четвертый способ – это программа FastStone Capture. Я сильно не хотел вас грузить дополнительными программами, но мимо FastStone пройти я не мог. Просто должен про нее рассказать. Давайте вкратце. Скачать программу можно на официальном сайте. Загрузка и установка здесь простая. После запуска вы увидите вот такое аккуратное меню. Здесь куча инструментов. Можно сделать скриншот экрана полностью, отдельное окно или какую-то фигуру. Но, как мне кажется, самый классный инструмент в этой программе, которого нет в других программах, это скриншот экрана с прокруткой. Если вы его выберете, то вы можете сфотографировать, допустим, сайт, который не влезает в экран. Он просто будет прокручиваться, и в итоге сохранится большой скриншот. Вот сейчас я сделаю такой скриншот, и вы все поймете. Все, больше не буду тратить время на эту программу, потому что про самую интересную функцию я рассказал. Пятый способ сделать скриншот экрана на ноутбуке Windows 10. Пользователи Windows 10 могут сделать скриншот экрана на ноутбуке, воспользовавшись новейшими функциями. Ну вот, например, если вы нажмете на клавиатуре сочетания клавиши Win плюс G, то у вас запустится игровая панель, на которой будет иконка в виде фотоаппарата. Так вот, клик по этому фотику создает скриншот экрана. Таким образом, я попытался создать несколько скриншотов, и вопрос, где мне теперь их найти. Ну, на самом деле, все просто. Откройте раздел «Компьютер» и перейдите в папку «Изображение». Внутри будет папка «Снимки экрана», а внутри все скриншоты. И еще, кстати, есть одна комбинация Win плюс Print Screen. Нажимаем эти клавиши вместе, и у нас сразу без каких-либо вопросов создается скриншот и помещается в ту же самую папку, которую мы сейчас открывали. И еще обратите внимание, при использовании этого способа у нас при задании «Снимка экрана» происходит затемнение экрана буквально на полсекунды. Это как раз-таки говорит о том, что скриншот сохранен. Шестой способ – это Dropbox и Яндекс.Диск. В копилку ваших знаний хочу положить еще один вариант. Некоторые из вас, скорее всего, знакомы с такими программами, как Dropbox и Яндекс.Диск. Это сервисы для облачного хранилища, и они предназначены для хранения данных. Так вот, с недавних пор эти сервисы стали активно продвигать свою дополнительную функцию, которая заключается в создании скриншотов. Например, в Dropbox эта фишка находится в настройках на вкладке «Импорт». Если там поставить галочку напротив пункта «Делиться скриншотами с помощью Dropbox», то программа будет перехватывать созданные скриншоты и помещать их в свою папку автоматически. Потом мы их можем из этой папки Dropbox брать и использовать уже для своих целей. Что касается Яндекса Диска, то здесь в программе есть вкладка «Скриншоты». Тут мы можем настроить горячие клавиши для создания скриншотов разных типов. Тут есть скриншот области, скриншот и сразу копирование ссылки, скриншот всего экрана и скриншот окна. Ну, здесь, в общем-то, все ясно. Если вы используете для облачного хранилища Яндекс.Диск или Dropbox, то имейте в виду, что там также можно сделать криншот экрана. На этом все. Спасибо, что досмотрели это видео. Теперь в конце у меня к вам просьба. Напишите в комментариях, какой способ вам понравился больше всего. Ну, а если вы имеете какой-то уже опыт, работая с данными программами, либо используете стандартные способы, то тоже напишите о них в комментариях. Будет интересно почитать и узнать что-то новенькое как мне, так и другим пользователям. На этом все. Вы были на канале Inet.com. До встречи в новых видео.